Моей самой большой проблемой, когда я начала снимать видео по рисованию, было то, как найти такой штатив, чтобы при съемке сверху все ножки штатива не были видны на рисунке. Это была первая проблема. И второе, как сделать хорошее освещение так, чтобы оно не мешало процессу рисования и при съемке не отражалась тень от телефона. В этом мне помогла кольцевая лампа штатив, которую я заказала на Алиэкспрессе. Давайте рассмотрим ее подробнее. Вот сама лампа. У нее есть три режима света. Крепление для телефона. Его можно поворачивать в разные стороны. Видите, оно гнется. Вот сюда вставляется телефон. Вот так вставляется телефон. Затем сама лампа поворачивается в разные стороны. То есть при съемке видео по рисованию я делаю это примерно вот так. Далее ее можно увеличить. Ну, довольно высокое расстояние. Затем нижняя часть. Нижняя часть тоже, видите, гнется во все стороны. Ну и самая фишка, это вот эти ножки. Они также немножечко поворачиваются. Это сделано специально, чтобы при рисовании, вот здесь у нас лежит рисунок, и ножки не попадали в кадр. Единственная проблема, мне приходится под эти ножки что-нибудь подкладывать, чтобы лампа не шаталась и не падала. Можно также снимать, например, вот так. Тогда у нас ничего нигде не шатается. И сюда сверху положить, допустим, какой-то фон или доску, и на нее уже сам листок для рисования. Вариант один для съемки. Видите, ноги с той же стороны, что и лампа. Если покрутить телефон, то можно найти такое положение, чтобы они не попадали в кадр, кладу рисунок и просто начинаю рисовать. Лампа воткнута в ноутбук. И второй вариант. Я повернула ноги в другую сторону и чуть-чуть придавила ноутбуком. В таком положении можно выбирать любое кадр, ничего не попадает лишнего и очень удобно для рисования, ничего не мешает. Лампа работает от USB, и сейчас я вам покажу, какие есть режимы света. Итак, это мой свет без лампы. Теперь включаем лампу. Первый режим, максимальная освещенность. Делаю меньше. Второй режим. Увеличиваю свет. Третий режим. Тоже уменьшаю. Мне нравится вот этот режим. Ну, примерно такое освещение. Преимущество этой лампы в том, что она подходит не только для съемки видео по рисованию или каких-то других, но и также можно использовать для съемки сториз, для съемки вертикальных видео и так далее. Она очень легкая, и мы ее можем взять всегда с собой, воткнуть ее в ноутбук, так как она работает от USB. И вот у вас уже в поездке есть все для съемки крутых видео. И еще одно преимущество. Если вы обратили внимание, то справа от меня стоит аквариум. На нем также работает светодиодная лампа, и она немного мерцает на записи в видео. У этой лампы такой проблемы нет. Это очень важно при съемке видео. Поделитесь, какими ухищрениями пользуетесь вы, чтобы снять хорошее и красивое видео. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и до встречи в новых видео.